здравствуйте уважаемые подписчики зрители нашего канала подводя итоги сидиратного сезона осеннего 2020 хочу вам показать что мы имеем на середину ноября и что с этим делать вы сейчас видите роскошные посевы фацелии у нас уже были заморозки сегодня даже какой-то снежок срывается фацелия роскошная здесь растет здесь были у меня лук лукрос на этом месте и вот что случилось смотрите ее никто не перекапывал она под действием мороза начинает естественно падает так это все уйдет в зиму и вообще мой принцип зим сидираты под зиму не перекапывать хотя многие это делают я однажды с целью перекапывала измучилась но не поняла надо ли это или не надо и так это фацелия она вот такая зеленая роскошная радует глаз зимой здесь будет надежная защита почвы от промерзания и все же часть сидиратов мне пришлось скопать перекопать вернее мне потребовалась грядка для посева подзимнего пастернака видео мы вам сняли здесь тоже росла фацелия вот она осталась я перекопала ее почва была шикарная рыхлая такая сыпучая и посеяла пастернак здесь он растет таком месте где ему можно и делать снегозадержание но я все же его сейчас листвой березовой накрою вот я перекопала почву сидиратную а это грядка с клубникой которую мы привезли из крыма которая дала великолепный урожай ее мы тоже укрываем на зиму но поскольку это все же южная культура крымская клубника дома всю клубнику вообще-то немножечко укрываем кто его знает будет ли снег и какие будут морозы и здесь вот я выдергивала тоже мне было нужно место под посев выдергивала зерно зерновые сидираты и укрывала ими клубнику этой осенью у меня как никогда много получилось сидиратов в том смысле много что разных разных наименований чего тут только нет а почва освобождалась по мере сбора урожая вот на этом месте росли томаты мы их конечно убрали уже чуть ли не в октябре ну что же почве пустовать было тепло рассыпала сидираты причем я уже в конце сезона просто какие у меня были сидираты я их просто смешала в одном ведре и рассыпала посмотрите было тепло сидираты зашли они конечно малюсенькие но тем не менее все равно от них какая-то польза эти мы тоже трогать не будем а буквально две-три недели назад когда здесь сорвалась редька редька и что-то тут еще у нас был дайкон и остались сидираты смесь посмотрите просто разбросала без всякой надежды ну вот тоже если присмотреться вот они сходят то он проклюнулись жалко конечно это какой-то бобовый сидират ну пусть теперь уже лежит как есть очень меня полюбились в этом сезоне как сидират кормовые бобы причем вот в этой высокой грядке здесь у нас огурцы были до точно огурцы я посеяла его причем сеяла не в россыпь а рядочками жалко я вам не сняла какой он красивый был и вот ударили морозцы он уже даже цвел некоторые кустики и после морозов естественно они наклонились там между ними еще укроп растет он прекрасно пока стоит я его сейчас срежу домой повезу укроп у меня тоже как сидират и вот они так в зиму будут утеплять почву и обогащать ее полезными веществами это бобовый сидират кормовые бобы вот он такой и до сих пор красивенький тоже перекапывать не будем а это наше картофельное поле поле да как я сказала о собачки побежали это местные сторожевые а здесь в этом году после картофеля росла горчица володина стоял что ему больше всего нравится после картофеля горчица но и уже здесь года два не было и вот в этом году мы посеяли горчицу посмотрите какая красота естественно трогать мы ее до весны не будем надежная защита почвы и обогащение полезным весной все это по подновой здесь всегда у нас картофель перекопается перепашется чем мы там будем делать короче будем сажать опять здесь картошку севооборот картофеля на наших шестисотках нет смысла невозможно просто соблюдать выручают сидираты ну и резюмирую вышесказанное хочу вас что ли посоветовать вам не надрывайтесь в зиму перекапывать сидираты не нужно это дело лишь только в том случае когда вот вам потребуется почва после сидиратов чтобы сделать под зимние посевы все это прекрасно перезимует замерзнет весной ничего практически только остатки останутся и вы прекрасно будете сеять сажать не перекапывать перекапывать кому как хочется не надрывайтесь еще раз говорю сидираты работают и приносит свою пользу и в таком виде вот пожалуй коротенько о главном спасибо за внимание удачного вам завершение сезона у нас вот еще капуста не срезана сейчас пойду срезать розы не укрыты ну короче дел еще достаточно всем здоровья и до новых встреч на даче без фанатизма